Амич выставил на продажу осколки Челябинского метеорита за 20 тысяч рублей, пишут на этой неделе аргументы и факты. Конечно, наши люди умеют зарабатывать абсолютно на всем, но в самом Челябинске осколок метеорита можно приобрести и за гораздо меньшую сумму, всего 400 рублей. Эксперты считают, что люди в погоне за легким заработком не интересуются самим веществом и его происхождением и не хотят узнать что-то новое о вселенной космосе. К слову сказать, директор ромского планетария Владимир Крупко сообщает, что у него у самого есть коллекция камней из космоса. Вреда от них для здоровья человека нет, но ученый предпочел отдать свою коллекцию планетарию, чтобы ею смогли любоваться не только домашние. В России больше не будет банковской тайны. Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям, пишет издание «Московский комсомолец». Документ вызвал много споров и критики. Часть замечаний была учтена. Так налоговики смогут получить доступ к банковской тайне физических и юридических лиц только по решению суда. А вот владельца счета об этом никто информировать не обязан. Также законопроект фактически отменяет понятие ограниченной ответственности для владельцев ООО. Ранее учредители и руководители такого предприятия не отвечали своим личным имуществом по долгам фирмы. Теперь будут. По налоговой задолженности законопроект вводит солидарную ответственность. Кроме того, серьезный удар придется по малому бизнесу из-за поправки в статье 23 Налогового кодекса. Эта поправка возлагает на всех налогоплательщиков обязанность получать от Почты России почтовое отправление налоговых органов по адресу регистрации. Хотя на практике подавляющее большинство организаций, особенно малого бизнеса, никогда и не находились по своему юридическому адресу. В случае возврата уведомлений налоговой предоставляется право приостановления операций по счетам юридического лица индивидуального предпринимателя в банке. На прошлой неделе российский фондовый рынок продолжил снижаться, не оставляя попыток закрепиться, пишет журнал «Бизнес-курс». Новогодний разрыв вверх практически закрыт, и это не очень хороший признак. С другой стороны, глобальная техническая ситуация пока на стороне биржевых быков. Январский рост позволил преодолеть несколько важных технических уровней сопротивления. На рынках активов произошла коррекция, вызванная расшифровкой протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, на котором некоторые ветчлены высказались за сокращение или даже остановку мер количественного смягчения. Однако слухи об этом ходили уже долгое время, поэтому коррекция оказалась неглубокой. Таким образом, в России наступает предвиденная пора, которая, как правило, сопровождается положительной динамикой рынка. Генеральный директор СПК Сибцентра строя Рафик Сафарян требуется властного Минздрава 51 миллион рублей, пишет газета «Коммерческие вести». Именно такую сумму он пытается взыскать через суд за ремонт городской детской клинической больницы номер 3. Но представитель истца в суд не явился, а юрист больницы к суду был не готов. В итоге заседание перенесли на март с пожеланием судьи понять, что происходит в больнице. Напомним, строительная компания Сафаряна еще с января 2012 года при бывшем губернаторе начала ремонт больницы. Официальный аукцион на право заключения контракта на ремонт был объявлен на весну. После долгих скандалов с аукционом уже в ноябре 2012 победителем торгов все же признали СИП Центра строй. Однако менее месяца назад в Министерстве экономики Омской области был арестован начальник управления госзаказа Виктор Баранов, который подозревается в получении взятки в 700 тысяч рублей якобы за помощь компании Сафаряна. Сейчас по этому делу ведется расследование. Отметим и тот факт, что руководство больницы не обладает сведениями о ремонтных работах и представить приблизительную смету затраченных средств на ремонт тоже не может.